МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вице-премьер России Юрий Борисов посетил Татарстан. Как в правительстве страны оценивают перспективы Казанского авиационного завода? Визит Рустама Мениханова в Узбекистан. С кем встретился и о чем договорился президент республики? Встреча президента Татарстана с предпринимателями. Как республика поддержит бизнес в период кризиса? Десять самолетов Ту-214 в год планируют выпускать на Казанском авиационном заводе. По крайней мере, о такой возможности заявил вице-премьер России Юрий Борисов. Федеральный чиновник вместе с президентом Татарстана посетил завод во вторник. Он отметил широкие возможности для развития в Казани масштабного производства. Российские авиакомпании сейчас изучают возможность использования Ту-214. Заместить все зарубежные комплектующие планируется уже в течение года. Насущный вопрос — это восстановить в нужном количестве производство отечественных моделей, для того, чтобы мы не испытывали сложности с перевозками граждан России, как внутри страны, так и за рубежом. Поэтому цель визита — посмотреть, как можно быстро увеличить производство отечественного самолета Ту-214. Первый самолет Ту-214 взлетел в небо еще в 1996 году. В 2001-м на крупнейшей авиационной выставке «Лебурже» детичек казанских авиаторов произвело фурор. Несмотря на кризис в России, у нас получилось собрать самолет в чем-то опережающий время. К примеру, Ту-214 издавал гораздо меньше шума, чем многие другие модели. Этот проект разрабатывался при участии первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Будем еще делать для того, чтобы самолеты Ту-214 строились в Казани и реализовывались. Мы в сельске продолжаем поддерживать этот проект. Но многообещающий проект вскоре положили под сукно по инициативе федеральных чиновников. Сколько копий сломали Шаймиев, а потом и Рустам Мениханов, отстаивая этот проект. Но в конечном итоге алчность оказалась сильнее логики. Как известно, пока гром не грянет, федеральный чиновник не перекрестится. Их не довод о том, что отсутствие нормальных самолетов у российских производителей, и они теряют пассажиропоток из-за этого. Я очень серьезно доказал, что если мы не будем поддерживать собственного товаропроизводителя, то потеряем вообще авиацию как отрасль. Но гром грянул, федеральные чиновники перекрестились и вспомнили о казанском проекте. Благодаря усилиям местных властей завод все-таки удалось сохранить. И даже с далеко не худшим техническим оснащением. Понятно, необходимо модернизировать и подготовить производство под 10 самолетов. Наша часть, значит, подготовка кадров, специалистов, инженерных, рабочих. Мы с этой задачей справимся. Самое символичное и назидательное в этой ситуации то, что все, кто заработал на лоббирование интересов зарубежных компаний, в сегодняшних условиях свои деньги за рубежом уже потеряли, как и яхты, частные самолеты и дворцы. А теперь нам в условиях жесточайшего цейтнота придется исправлять кое-чьи ошибки, если не сказать злонамеренный саботаж. В данный момент одна из главных задач нашей страны поиск новых рынков сбыта и сырья. Татарстан, как обычно, в авангарде этого процесса. На этой неделе Рустам Мениханов посетил Узбекистан. Эта страна важный экономический партнер нашей республики. По итогам года товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос почти на четверть и составил 200 миллионов долларов. И это не предел. Крупнейшие промышленные предприятия Татарстана КАМАЗ, Татнефть, Химград и другие уже думают о формах сотрудничества с Узбекистаном. Президент республики принял участие в открытии химико-индустриального парка Черчик в Ташкентской области. Парк создан по примеру проектов технопарков, реализованных в Татарстане. Работа велась с 2018 года, а одними из первых его резидентов стали татарстанские компании. Обрабатываем хлопок, зерновую группу. Сейчас это очень актуально. Химические препараты выросли почти в три раза буквально за полтора года. У нас сейчас и в России... Но и экология совершенно другая. Мы планируем в Казани строить в четыре раза больше производства, а часть производства здесь насмещать. И мы там начали на химбератику. А сырье у тебя что? Это все отходы пищевого производства переработаны. Она тоже здесь есть? Это 100% хватит. У нас ничего импортного нет. В ходе встречи было подписано 20 соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Среди подписантов университеты Иннополис и КФУ – Нижнекамский район. Взаимодействие развернется по всем фронтам от научного до экономического. Также прошла встреча Рустама Мениханова и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Встреча проходила в канун праздника Навру с начала весны и прошла в приподнятом настроении. Россия и Узбекистан установили дипломатические отношения ровно 30 лет назад. Президент Татарстана пригласил Мирзиёева посетить республику в рамках визита в Российскую Федерацию. Также в рамках международной повестки Рустам Мениханов встретился с председателем правления Ассоциации турецких машиностроителей. Встреча прошла в Казани. Президент подчеркнул, что за прошлый год товарооборот между республикой и Турцией вырос в полтора раза. А турецкий бизнес продолжает наращивать инвестиции в Татарстан. Импортозамещение – одна из главных проблем, которой президент занимается не только на внешнем, но и на внутреннем контуре. На этой неделе Мениханов посетил набережные Челны, где осмотрел производство на заводе «КамАЗ». Президент еще раз подчеркнул важность бесперебойной работы. За прошлый год здесь было собрано порядка 44 тысяч грузовиков, примерно по 120 машин в день. Поддержку для автогиганта Рустам Мениханов обсуждал и на совещании с Владимиром Путиным на прошлой неделе. По итогу помощь будет оказана. Если вопрос импортозамещения деталей грузовиков прорабатывается совместно с федералами, то вот в химической отрасли республика может справиться своими силами. Сырье для жидких моющих средств можно производить на Нижнекамскнефтехиме и Танека. Таким образом, Nefis Cosmetics сможет уйти от импортных составляющих и продолжить бесперебойную работу. А это, на секундочку, четверть российской бытовой химии. Но даже в условиях санкций предприятие способно не только выживать, но и создавать инновационные проекты. Местные ученые из группы «Экотранс» разработали специальную присадку для топлива, которая производится полностью из российских компонентов. Нет, этикетка очень классная. Но в РТ его можно использовать. Степень сжигания топлива увеличивается, расход топлива уменьшается, шумы уменьшаются, выхлопы улучшаются, мощность увеличивается. В его составе нет никаких химических элементов. И все остальные свойства, они принципиально отличаются от всего, что в мире есть. У него срок хранения нет, его можно хранить сколько угодно. Он как коньяк, он с годами станет только лучше. Меры поддержки бизнеса президент обсудил с предпринимателями в этот понедельник. 100% хлопка, 80% химических волокон, больше половины шерсти завозятся в Татарстан из-за рубежа. В России есть всего несколько предприятий по производству тканей, и цены на них сейчас выросли в два раза. В этой ситуации выигрыши оказались бизнесмены, которые сделали запас на несколько сезонов. Мы опережаем сезонные коллекции на 2-3 сезона вперед, и новая поставка зима 22-23 уже на складе и готовится к отправке во все магазины, во все наши салоны. И уже в заказе, в процессе летняя коллекция 23-го года. Ну, она, конечно, не от нас зависит, все может быть, но мы ее ждем. Для менее запасливых наступают трудные времена. Если контракт на поставку и удается заключить, то по очень высокой цене. Рустам Мениханов предложил предприятиям помощь в пошиве школьной формы. В республике создадут госзаказ, а ткань для предприятий приобретут у партнеров из Средней Азии, Турции, Арабских Эмиратов, либо Китая. В целом же президент уверен, что только совместная работа власти и бизнеса поможет преодолеть нынешний кризис. Нам важно услышать вас, нам важно уже вместе с вами двигаться в той части в решении вопросов, там, компонентов, очень серьезная задача – работа с банками, очень сложная задача – это логистика. Ну, много таких вопросов, которые требуют нашей активной позиции. Меры поддержки будут как республиканские, так и федеральные. Уже сейчас введен запрет на плановые проверки, продлены лицензии, обнулен НДС для туристического бизнеса, а также кредиты можно получить по сниженной ставке. Сейчас мы возобновили на короткий период параметры на экраны, но, что важно, там 28 отраслей и ставка конечная до 8,5%. При необходимости меры поддержки могут быть увеличены. Что же касается тканей, на совещании с президентом предприниматели предложили создать комбинат по их производству в Республике Татарстан. От материальных проблем Рустам Мениханов перешел к вопросам духовным и провел заседание Совета по культуре и искусству. День был выбран не случайно. В пятницу в России отмечался День работника культуры. На сегодняшний день нет единого федерального закона, который регулирует вопросы сохранения и использования нематериального наследия. Как заявил на Совете Рустам Мениханов, пробел в федеральном законодательстве решил восполнить Госсовет Татарстана. В Государственный дом он направил проект закона о нематериальном культурном наследии. Он был разработан татарстанскими парламентариями еще летом прошлого года. На республиканском уровне он, напомним, был принят еще в 2017 году. И его главная цель – сохранение языка, исполнительского искусства, национальных обычаев, обрядов, традиций, игр, праздников, ремесел и народных промыслов. Подобные законы действуют еще в немалоненецком автономном округе, на Алтае, в Тыве и соседнем Башкортостане. К сожалению, наличие внушительного вагажа знаний у наших детей не является гарантией успеха. Одним из инструментов, которые позволяют развивать креативное мышление и способность генерировать идеи, является творчество и соприкосновение с культурой. Знакомство с традиционной культурой через участие в народных праздниках, посещение национальных театров – гарант воспитания многогранной личности. Рустам Ниханов обратился к главе Думского профильного комитета Елене Ямпольской с просьбой взять под личный контроль рассмотрение этого законопроекта. К сожалению, Рустам Наргалевич, только вчера я узнала о существовании этого законопроекта. Наверное, я бы попросила коллег по возможности из Госсовета привлекать к нас к подобной работе именно на стадии разработки подобных инициатив. Само по себе выражение «нематериальное культурное наследие» тоже кажется мне не совсем верным. Сохранение народно-прикладного искусства, национальной архитектуры, одежды и, конечно же, кухни – одна из актуальных для Татарстана проблем, отметили сегодня спикеры. У нас очень много появилось мастерских, которые изготавливают национальные костюмы. Есть мастера, художники, которые создают уникальные изделия. Это и в кожаной мозаике, и в ювелирном искусстве, в золотом шитье. Мы часто стали носить, вот я вижу, и тюбетейки наши, и наши колфаки, и одежду с вышивкой. Но в Казани нет ни одной экспозиции, ни одного музея, где было бы представлено татарское национальное декоративное искусство до 20 века. По словам доктора искусствоведения, в Национальном музее Татарстана хранятся ценнейшие экспонаты, к которым у общественности нет доступа. В связи с перезагрузкой национальной библиотеки потерял выставочное пространство в Музее национальной культуры бывшего НКЦ «Казань». А музей, где музей? Нет музея. Находятся в каких-то коробках, значит, в музее Ильдара Зарипова. Там, это же огромные деньги. В разных помещениях. Да, в разных помещениях все складировано. По предложению ученого, свою прописку музей мог бы получить в здании присутствных мест, пространство которых после реконструкции получили новую жизнь. Кстати, многих татарстанцев, да и туристов тоже, посещающих Казанский Кремль, сейчас беспокоит судьба одного из архитектурных символов столицы республики – Спасской башни. В начале февраля в башне начались реставрационные работы. Каким будет их итог, официальной информации нет. По некоторым данным, комплекс Спасской башни, а в него включена и надвратная церковь Спаса Нерукотворного, будет отдан под музейное пространство. В том числе и под музей наследия изобретателя, руководителя известнейшего студенческого конструкторского бюро «Прометей», пионера советской святомузыки Булата Галеева. Также на заседании прозвучало интересное предложение создать местный аналог федеральной пушкинской карте. У инициативы даже есть название – карта «Тукая». По ней предлагается делать скидки для детей с 10 до 14 лет, чтобы младшеклассники активнее посещали театры и музеи. Все мы уже почти привыкли, что утро в татарстанском сегменте Телеграм начинается не с кофе, а с фотографий в аккаунте Рустама Миниханова. Президент активно осваивает новый для себя мессенджер, ежедневно сообщая подписчикам о своей деятельности. Самым популярным за прошлую неделю стал пост о командировке в Узбекистан и договоре с президентом Шапкатом Мерзиёевым. Это была программа «Неделя с президентом». На сегодня у меня все. До свидания.